Всем привет! Сегодня последний день на Эрикле. После не очень удачного предыдущего выезда, ахота сегодня наконец-то попасть на хорошего окуня. Причем в размерах, а не в количестве. Приехали, как всегда, темно. Сейчас будет потихоньку осветлеть. Ветер, как обычно, дует, но это дело привычное для местных. Мы, что удивительно, доехали на машине почти до берега. Ветер сдуло, внизу, понятное дело, его много, а вот дорога идет как раз по поверу. И, значит, проехали до берега, поэтому сейчас пройти буквально полтора километра всего осталось. Вот сейчас более-менее рассвело. Уже, наверное, сделали 50 полуалунок вокруг небольшого полуострова. И ситуация следующая. А ловим на блесну, на балансир, на мормышку. Смотрим, что сегодня в фаворе. Вот. Получается следующая ситуация. Здесь вот посмотрели глубины где-то от 4 до 1,5 метра. И вот там, где поглубже, там мелкий окунь стоит. А вот где он, окунь заканчивается, вот этот мелкий, наверное, глубине 2-2,5 метра, попадается периодически зачетный такой 100-150. Несколько штук поймали. Одного поймали на мормышку, другого вот этого я на балансир вытащил. И в этих лунках, причем, больше ничего нет. То есть, одна поклевка, например, хорошая, и все. Чуть глубже уходишь, мелочь. Чуть выше поднимаешься, до метров там. Пока то ли он еще не проснулся, то ли его здесь мало. Вот решили мы сейчас несколько лунок дать вдоль этой кровки на глубине 2-2,5 метра. Посмотреть, может быть, найдем чуть поплотнее стаи. В итоге линия вдоль берега больше не принесла окуней. Сейчас, наверное, пойдем дальше. Здесь, скорее всего, есть более отвесный свал, каменистый, судя по рельефу. Вот туда сходим. Переместились на 200 метров, еще дальше. Здесь вот когда-то был остров. Три года назад уровень воды ниже был, гораздо, метра на три, наверное. Здесь был остров, и как раз вот это его окончание. Это хорошо заметно на картах. На гугл-картах, которые спутниковые. Там урез воды старый, и он как раз вот здесь проходит. Даже вот видно верхушку его. Верхушку видно этого острова, и мы как раз сейчас вдоль попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два. Три. Три метра. О, тут камни зацепил уже. Балансир ушел. Вбок. Я стал поднимать, зацепил камень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо быть осторожней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если сказать о сегодняшней рыбалке, что она трудовая, значит, ничего не сказать. Последний лунок 20-30. В основном изучали рельеф. Два или три окуня попалось на блесну. И все, маленькие. Нашли русло. Полностью просмотрели свал каменистый. Посмотрели дно этого русла. Нашли приямки, их пробили. Ничего нет. Периодически, редко-редко, мелкий окунь. Решили двигаться дальше вдоль берега. Найти какой-нибудь пляж с пологим берегом. Может быть, там что-нибудь будет. Ладно, хоть ветер стих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец-то на предыдущей лунке попал на первую серию штук 15 мелкого окна глубина где-то 4,5-5 метров сейчас сделал на такой же глубине лунку в сторону что-то побольше что-то побольше первый судачок за сегодня такой вот пустим здесь глубина небольшая, она плывет значит есть он на свале это уже окунь по-другому сопротивляется окунь дрыгается мелкий а судачок недорогнецо чуть больше, чем блесна это делаем в общем-то это удоверить все , как у нас там ой подброс прям атаковал снизу мелкие окуни такая спортивная трудовая рыбалка нетипичная для переклинского водохранилище абсолютно я пока не могу понять то ли здесь вот именно в этой акватории мало рыбы то ли она неактивная вот этот пятачок он активный соседние руку там без перерыва он долбил и вот здесь вот сейчас буквально через пару метров уходит свал на 12 на 14 метров такой предсвали плечо две лунки попала бог не покрупнее был только с самого утра глубине два метра сейчас попробую взять уровнем ниже метр метра два смотрю что там есть ну и надо будет наверное на утренние точки возвращаться там все таки попались окуни за 100 грамм здесь даже не пахнет то есть это вот все 30 40 грамм окунишки история в общем такая сейчас получилось шел я шел искал искал на блесну попадались небольшие кунишки стандартные здесь вот а потом хоп вместе смотрю два метра глубины и на дне зацепил блесну причем не за камня за куст оторвал блесну рядом удочка с мормышкой думаю если куст это очень хорошо вот и опускаю мормышку сразу поклевка и садится что-то какой-то паровоз серии постой паровоз я его пытался остановить вроде как бы стравлил стравлил но уже перед лункой он видимо попал лбом в лунку когда уже поднимать стал и он оторвал мормышку вот перевязался сразу на следующей проводке попадается еще один хороший ой попадается уже попадается вот грамм наверное 150 200 потом сход хороший потом тишина вот я так поляну разбурил буквально через каждый метр вот сейчас 2 лунка и здесь вот такие вот окунишки тут еще побольше в районе 200 вот здесь вообще глубина то есть она рядом здесь глубина метр двадцать метр тридцать подо льдом я сейчас наверно стал разговаривать говорить они на не разбежались вот перспективная . насколько она обширная сейчас я пойму этот всего лишь 2 лунка и уже три зачетные рыбы один обрыв и один хороший исход то есть 5 рыб как минимум а а и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом пятаке работает каждая лук. Самое обидное, что уже темнее. Этот целый день ходили, искали. Надо же так, нашел пятак за полчаса до того, как семнеет. Это трудовая рыбалка называется. Уже не видно киок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока чуть-чуть видно, я буду ловить. Да это вот полчаса последние. Смотрю, темнеет, уже не видно. На часы, хоп, а там пять. Сейчас еще парочку достану. Здесь мелко, полтора метра, два. Бычка поймал, то есть этот. Видимо, поэтому он здесь трется. И здесь небольшой кустарник. Блесной оторвал. Похоже, уже мелкий. Как только мелочь прибежала, можно это переходить на следующую. Все, что? Это мы утром промахнулись буквально 10 метров. Что? Утром 10 метров промахнулись. Линию дали в 10 метрах отсюда. Может, здесь и не было их? Да были, куда-нибудь не были. Ну, конечно, может, к вечеру вышли, но... Стоило целый день ходить, чтобы буквально под занавес поймать десятка-полтора зачетных окунишек. Время его больше. Такие вот кабанчики есть. Эх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ничто, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...